Дорогие мои, на этот раз я готовлю манты, фарш на манты. Готовится точно так же, как и на самце. Конечно, предпочтительнее более жирное мясо, но моя семья направлена на более здоровое питание. Мясо мы берем в органик-магазине. Для того, чтобы накрошить быстрее фарш, ваше мясо необходимо на некоторое время поставить в морозильную камеру. Мясо на манты режется точно так же, как на самце. Здесь лука у меня 1600 грамм. Поясняю почему. Мясо у меня 1,1 кг, лука должно быть в 2 раза больше, то есть 2200 грамм. Но в мясе у меня есть жир 300 грамм. Значит, 300 я умножаю на 2, получается 2200 минус 600, получается 1600 лука. Лук крошится очень мелко, как на самце. Вот очень мелко накрошенный лук. Добавляйте чайную ложку соли и чайную ложку черного перца. Вы можете больше на самом деле добавить, но у меня, у внука диета, поэтому я перца на этот раз добавляю поменьше. Теперь отжимайте лук очень хорошо и перемешивайте, чтобы перемешался перец и соль, и отжался лук. Вы отжали лук с перцем и с солью. Теперь вы можете смешать с фаршем. Добавили фарш, добавили чайную ложку соли. Получается вместе столовая ложка соли. И перемешиваем хорошо фарш. Потом поставим его в холодильник настояться не менее часа. Переворачивайте задом наперёд. Если есть немного мука, встряхните её. В середину выкладываете фарш. Ровно в середину. Можно лепить на самом деле манты по-разному. Лепится манты. Я буду лепить, как была научена в детстве своей матерью. Это понимаете, как хотите. Возможно, на сольже. Смотрите, защипываете. И вот здесь защипываете. И здесь защипываете. С другой стороны. А теперь выводите сюда. И выводите сюда. Вот как получается. Теперь эту манту берёте. И слегка окунёте. И ставьте на противень. Не на противень, а на тарелку мантышницы. Я так часто работаю с противеньем, что уже немного заговариваюсь. Вот таким образом. Ставим воду в мантышницу. У меня с двойним дном. Я не знаю, какая у вас. И доводим её до состояния кипения. Партия готова. Я буду закладывать. В ней 40 штук. Три казгана. А черри закладываю я на минут 30, не меньше. У меня кастрюля с двойным дном. Этого времени будет достаточно. Вот, мои дорогие. Время пошло. Манты. Три казгана. 40 штук. Дорогие. Это вторая мантышница. Сейчас я её поставлю. Из заявленного количества у меня получилось 61 манта. А должно было получиться 65. У меня три штучки осталось. И посмотрите, что я с ними сделаю. Видите, я сверху положила моркови. Теперь я это дело закручу. Это будет мини-румо. Почему бы нет? Это мы выключаем. Получаем. Эта партия мант готова. Ставим следующую. Смотрите, мои дорогие. Мои манты готовы. И приятного вам аппетита. Переворачиваем их на блюдах. Видите, мои дорогие. Они совершенно нигде не порвались. Это потому, что тесто такое. Сейчас я их переверну. Смотрите, мои дорогие. Они нигде не порвались. Тесто целое. Они очень сочные. Видите, сок с него, бульон стекает. Это очень вкусно. Поверьте, пойду кормить своего внука мантами. Он их очень любит. Эту партию поставила на огонь еще на полчаса. Очень вкусный ужин для моего внука. Мои дорогие, готовьте. У вас все получится. Тесто получилось изумительное. Вторая партия готовится. Приятного вам аппетита. Еще раз не устаю повторять. Мои дорогие, мое маленькое урумо и два казгана мант уже готовы. Еще раз приятного вам аппетита. Я же буду кушать с лаза, с красным перцем и с уксусом. У моего внука диета, а у меня диеты нет сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok